— Хорошо, давайте теперь вот как, по пунктам буквально. Что касается ваших итогов и ваших предложений, ведь у вас наверняка, кроме общефилософского обсуждения того тупика, в котором находится сейчас наш реальный сектор, наверное, были какие-то действительно конкретные предложения, которые вы хотели бы, чтобы были услышаны, в том числе и президентом, и бабушкой, поскольку, в общем, это, наверное, равнозначно по важности, чтобы и население, и власти знали. — Так вот, давайте коротко, поскольку время бежит быстро, по каким-то ключевым моментам. Вот по ВТО, куда мы вообще-то уже вступили, да, ваше решение вашего форума. Здесь что? Вот вступили уже, что уже теперь делать? — Много раз звучала тема ВТО, и было очевидно, во многих докладах проиллюстрировано, что от ВТО мы имеем только минусы и ни одного плюса. Это говорили производители удобрений. — Вы это констатировали, так, решили, что… — Значит, условия надо игнорировать, удушающие нашу экономику. Ну вот я про сельское хозяйство представлял дорожную карту, которую в прошлый раз мы обсуждали. — Да-да-да, мы обсуждали. — Я напомню ее основные позиции, что надо защищать рынок, создавать равные условия конкуренции между зарубежными и российскими производителями, нужно поменять систему дотации, нужно поддерживать экспорт, нужно перестать запрещать экспорт, да. — Нужно добиться того, чтобы ресурсы для российских христиан стоили дешевле. И тогда мы сможем в три раза увеличить объемы продовольствия. Вот. Это было очень позитивно встречено. — Была, конечно, критика, там касалась она цифр, касалась развития отдельных направлений, там вот ты написал мало про животноводство, мало про мелиорацию. — Это мнение высказывали ректор, например, Петербургского аграрного университета, директор Института экономики Восхнил, замдиректора Института экономики РАН. То есть на таком научном и практическом уровне моя дорожная карта была обсуждена, была поддержана, и сейчас мы ее будем продвигать в общество, убеждать каждую бабушку и убеждать нашего президента в том, что потенциал огромен, и его надо реализовывать. И намечены вот конкретные действия, что для этого надо делать. — Вот ваш вопрос. — Ну, то есть, секундочку, Юрий Юрьевич, то есть дорожную карту поддержали в целом и нашли, что это надо продвигать как предложение? — Развивать это и продвигать. — Развивать, так, да. — Это ваш вопрос.